Грузинский домик – душевное место, где гостеприимно встретят и накормятся вкусом. О науке. Россияне смогут пользоваться смартфонами без сим-карт. На замену придет специальный модуль идентификации абонента eSIM. В настоящий момент Минкомсвязь занимается разработкой нормативной базы для урегулирования использования eSIM в России. Она должна быть готова до конца 2019 года. О банковской сфере. Новая услуга от Сбербанка появится летом 2019 года. В июле в торговых точках магазинов малого и среднего бизнеса совместно с покупкой товаров на кассе можно будет снять наличные из банковской карты. Покупка с выдачей. С сентября услуга будет доступна и в крупных торговых сетях. Максимальная сумма для снятия – 5000 рублей. О пенсионном страховании. В России могут отменить бумажные карточки СНИЛС. Государственная дума во втором чтении одобрила изменения в законе об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования. При этом все номера сохранятся. Узнать свой индивидуальный номер можно будет с помощью запроса в выписке в пенсионном фонде. Начала действовать федеральная горячая линия по защите животных. Пока в тестовом режиме. По телефону 8 800 670 82 можно сообщать о случаях жестокости о бездомных зверях. Или просто получить консультацию. Все обращения, поступившие на горячую линию, фиксируются и распределяются между специалистами. А в перспективе планируется поставить вопрос о создании специальной зоополиции. Об образовании. Клинских педагогов познакомят с сингапурскими методиками образования. Специальные курсы организовали в Подмосковье. Всего обучения пройдут 750 специалистов. В прошлом году подобные учебные курсы прошли свыше 3000 учителей из области. Продолжение следует...